Новый год плюс алкоголь. Наверное, для многих это уже формула успешного праздника. Без горячительных напитков на Новый год не может обойтись добрая половина россиян. Хотя, по официальной статистике, за год россиянин выпивает в среднем больше 15 литров. Но именно в празднике перебор градусов может сподвигнуть на подвиги и последствия. Это отморожение различной степени тяжести, которое обслуживала станция скорой медицинской помощи. Метеорологические условия на время праздников были очень сложные. Были низкие температуры по всему Алтайскому краю. И, конечно, была и сочетанная патология, в том числе и интоксикация. Случаев было довольно много, как я сказал. 114 и 33, то есть практически 150 случаев отморожения было. В Новый год, считают эксперты, алкоголь – одна из главных причин травматизма людей. За праздники пункт ожогового центра Барнаула принял 450 человек. Травпункт также понес большую нагрузку в эти праздничные дни. Порядка 40 человек ежедневно обращались с различными повреждениями опорно-двигательного аппарата. Ну и надо, конечно, отметить, что сохраняется тенденция большого количества пациентов в алкогольном пении. Однако в целом, отмечают специалисты, проводы 2020-го не стали слишком фееричными. Жертв праздников в этот раз не больше, чем в прошлые годы. Ежедневно к медикам края обращались около 2,5 тысяч пациентов. В сумме почти 45 тысяч человек за начало года. Мы отработали достаточно спокойно, я считаю, новогодние праздники. Поликлиники у нас ежедневно работали в режиме оказания неотложной медицинской помощи. Плюс практически все праздники мы работали по оказанию плановой помощи населению. Правда, у этой стабильности есть и вполне конкретные причины. Затяжные морозы и, конечно, коронавирус сыграли ключевую роль. Люди предпочитали оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности. К слову, министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что по уровню заболеваемости край вышел на плато. Каникулы были малолюдными. Анастасия Бертенева, Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком.